Дорогие коллеги, поставьте, пожалуйста, плюсики, видно меня, слышно? Спасибо. Если вдруг будут проблемы с громкостью, ну, вы мне сигнальте, пожалуйста, я могу немножко звук отрегулировать. Спасибо, спасибо огромное, благодарю всех, рада всех приветствовать сегодня на нашем вебинаре. Уже так серии, серии вебинаров по финансовой грамотности и желаю всем физического и, самое главное, финансового здоровья. И на прошлом вебинаре, который был 23-27 апреля, мы с вами говорили о будущих темах. И одна из тем, наиболее актуальна, это была именно игровая технология финансовой грамотности. Поэтому мы сегодня более подробно остановимся на этой теме. Татьяна Викторовна уже сказала, что можно обращаться, вы, если презентацию скачали, то вы в конце обратите внимание, есть адреса групп. Я создала специально группы для преподавателей по финансовой грамотности. Мы с коллегами уже начали там делиться материалами, не совсем так активно, но, тем не менее, группа начинает развиваться. Поэтому, если у вас есть желание общаться, делиться материалами, давайте будем общаться в Фейсбуке и Вконтакте. Это две дублирующие группы, кому где удобно общение. Кратко о себе для тех, кто сегодня первый раз меня видит. Я Диакова Илья Николаевна, кандидат экономических наук, имею звание доцента, стаж преподавания финансовых дисциплин более 20 лет. И также я являюсь консультантом, методистом по финансовой грамотности взрослого населения и так далее. Более подробно можно познакомиться, пожалуйста, в профилях в Фейсбуке, заходите, знакомьтесь. Ну и почему именно дети финансовая грамотность, еще раз напомню, я мама, у меня дочка 7 лет, и мы с ней успешно проходим финансовую грамотность. Вот детский сад окончили, теперь почти окончили, да, потому что не совсем понятна в этом году ситуация. И теперь отправляемся в первый класс. Так что финансовая грамотность именно, ну вот прямо на таком личном примере. Давайте попробуем подискутировать на тему финансовой грамотности и именно игровых технологий. Ну и как всегда, я начинаю любой свой вебинар по финансовой грамотности. Мы с вами должны быть грамотными прежде всего с точки зрения нормативных актов, да, то есть на что мы ссылаемся. И давайте еще раз посмотрим на перечень нормативных актов, основных, которые мы будем использовать в нашей работе именно во внедрении различных технологий обучения финансовой грамотности в наши программы. То есть у нас есть утвержденная стратегия повышения финансовой грамотности в Российской Федерации до 2023 года, разработан план мероприятий по реализации этой стратегии, а также у нас с вами есть дорожная карта уже по включению финансовой грамотности в программы российских образовательных учреждений. Мы об этом говорили на прошлых вебинарах. Кто не присутствовал на прошлых вебинарах, пожалуйста, добро пожаловать. Пожаловать наши группы. У нас там все материалы прошлых вебинаров тоже есть. Я имею ввиду презентации. Кроме этого, мы опираемся, естественно, на самый главный закон в сфере образования. Это закон об образовании в Российской Федерации и федеральные государственные образовательные стандарты. И у нас с вами есть профессиональный стандарт педагог, то есть в сфере дошкольного, начального, общего, основного общего и среднего общего образования, то есть воспитатель-учитель. А также для дошкольных педагогов разработан метод рекомендации по реализации основной образовательной программы, части именно экономического воспитания дошкольников. Мы на них тоже останавливались подробно на прошлых вебинарах. То есть у нас нормативно регулируется внедрение в образовательные программы именно формирование основ финансовой грамотности у детей различного возраста. Ну и как всегда актуальность, актуальность темы финансовой грамотности. Мы, конечно, сейчас все это почувствовали на себе, потому что любой кризис – это проверка на прочность, на финансовую прочность, на то, создавали ли мы подушку в свою финансовой безопасности, то есть есть ли у нас какие-то ресурсы для того, чтобы пережить кризис. Потому что сейчас у многих не только сокращение заработной платы, но и, возможно, отсутствие вообще работы. Поэтому очень актуально. И Национальный центр финансовой грамотности совместно с аналитическим центром НАФИ, то есть при Минфине, научный институт, аналитический финансовый институт, в марте этого года, то есть совсем недавно провели опрос. А опрошено было, вы видите, 1600 человек в разных населенных пунктах, охвачено 52 региона и возраст 18 и старше. Что спрашивали? Какие проблемы есть в жизни работающих россиян? Ну и обратите внимание, что все опрошенные, больше трети опрошенных, на что обратили внимание? На то, что у них существуют финансовые проблемы. И мы знаем, что если мы безответственно ведем себя в сфере личных финансов, нет звука у всех или у кого-то, если вдруг пропадает звук, коллеги, просто пытайтесь перезагрузить, потому что достаточно много людей в вебинарной комнате, может провисать, может видео провисать, поэтому можете просто обновлять страничку. Если нет, ну вот как могут быть проблемы именно в онлайне, будет зависеть от интернета. Итак, когда мы говорим о пассивном и безответственном поведении в сфере финансов, личных и семейных, то это, естественно, наша главная проблема у многих взрослых, именно денежная проблема, да, и неудача. И мы говорим о том, что сейчас и государства, и различные организации, не только российские, но и международные организации, они призывают просвещать население, то есть просвещать детей именно с возраста 5-7 лет, то есть закладывать основы и правильное отношение к деньгам именно в детстве, чтобы человек мог, став взрослым, быть успешным в плане своего финансового здоровья. И вот проведенный опрос выявил проблемы, да, что преобладают именно финансовые проблемы. Обратите внимание, что не так даже проблемы со здоровьем, на работе, в семье, как финансовые проблемы. И это в дальнейшем опросе выявило, что вот это вот наличие финансовых проблем, кто презентацию скачал, может смотреть саму презентацию, говорит, что именно оказывая наличие финансовых проблем, то есть 56% респондентов ответили, что именно они отражаются на психологическом состоянии и настроении. Ну и естественно, да, если у нас в кошельке там ожидается дефолт, то соответственное настроение у нас будет ухудшаться, потому что мы будем пытаться решать эту проблему, да, то есть где нам взять деньги. И вот эта проблема проявляется сейчас в отсутствии у многих россиян, именно отсутствия сбережений, которые бы помогли пережить трудные времена. И по последним данным, финансовых сбережений россиян в случае увольнения, вот тоже опрос был проведен на ФИИ, хватит в среднем на два месяца. И лишь 42% лишившихся работы смогут продержаться без займов у близких и оформления кредитов в течение одного месяца. Но несмотря на это, россияне как бы лукавят, да, и вот в этом же опросе, если вы пройдете по ссылке, ссылка, я не стала приводить все данные, ссылка здесь у нас есть, то россияне все-таки, их 65% из опрошенных считают, что они умеют эффективно распоряжаться своими деньгами. То есть на четверочку или даже на пятерочку. Троечку поставили себе лишь 24%. Ну то есть вот идет нестыковка среди этих опросов, а это значит, что, ну вот мы лукавим, да, мы говорим, что мы хорошо умеем управлять деньгами, но, тем не менее, денег у нас нет. Поэтому здесь как бы еще это подтверждается, что мы не совсем хорошо умеем управлять деньгами, не совсем мы финансово грамотные, тем, что мы говорили на прошлых вебинарах, что индекс финансовой грамотности россиян, по которым оценивается финансовая грамотность не только россиян, но и других стран, мы находимся на девятом месте в мире, индекс финансовой грамотности у нас составляет 12,1 балла из 21 возможных. И вот из группы 20 у нас девятое место у нашей страны по финансовой грамотности. То есть далеко не на первом месте. И не всегда можно обвинять именно обстановку в стране, потому что часто взрослые люди, финансово грамотные люди, не всегда правильно принимают финансовые решения в том плане, что не ставят грамотно приоритеты, особенно в условиях изменившейся ситуации. Поэтому тема обучения детей, то есть расстановка, правильная расстановка приоритетов у детей уже с возраста 5-7 лет, она должна быть. И дети, понятно, что в детском саду и в школе мы не можем работать просто с детьми, мы работаем с детьми и с родителями, соответственно, и повышаем финансовую грамотность в целом семьи. Потому что не все семьи на сегодняшний день даже знают, какие финансовые продукты есть, какие сейчас очень изощренные способы финансового мошенничества и так далее. То есть все это относится к финансовой грамотности, но к разным возрастным категориям детей. И традиционно оставляю слайд понятия, что такое финансовая грамотность. То есть мы говорим о том, что мы должны быть. Финансово грамотный человек умеет не просто, не просто знает, а умеет на основе своих знаний принимать грамотные финансовые решения. Ну и соответственно, конечная цель любого грамотного решения это достижение финансового благосостояния. То есть финансово грамотный человек, скажем так, не может быть априори бедным человеком. То есть у него есть минимальный запас финансовой прочности. И если мы объединяем все эти знания, то мы говорим о том, что человек успешно выполняет различные социально-экономические роли. Мы уже об этом говорили. То есть он может быть и производителем, и покупателем, в то же время и потребителем услуг, инвестором, собственником, заемщиком, грамотным налогоплательщикам, особенно в условиях кризиса. Сейчас появилось очень много различных ресурсов в плане льгот, в плане дотации, пособий и так далее. Когда мы можем налоговых каникул, когда мы можем управлять своими платежами. То есть возможно даже получить какую-то отсрочку или льготу. Поэтому необходимо все это отслеживать. Ну и переходим к нашей теме. То есть когда мы говорим к теме нашего вебинара непосредственно, то есть мы говорим о том, что мы хотим обучать детей при помощи игровых технологий. Ну и давайте кратко. Я взяла из Википедии. То есть определение педагогической технологии. Там достаточно длинное определение. Давайте возьмем за основу. Если мы берем от древнегреческого техноэлога перевод, то в принципе можно в двух словах. Что это искусство обучения. Вообще наша педагогическая технология. Они могут быть различные. И сегодня мы остановимся на одной из этих технологий. Это игровые технологии. И немножко из истории. Я думаю, что все мы здесь с педагогическим образованием. То мы с вами знаем, что игра это основная технология для обучения детей. И вовлечения именно детей в процесс обучения. То есть ребенок играя, он не думает, что он обучается. Ребенок познает этот мир посредством игры. То есть с самого рождения мы знаем, что через игру передаются знания. И если брать историю развития игр, то мы говорим, что по своей сути игра как метод обучения – это передача опыта старших поколений младшим. И это люди использовали с древности. Наверное, если следовать учению Дарвина, то есть древний человек, когда обучался охоте или уходил на охоту, и возможно были какие-то неудачные охоты. То есть что такое охота – это добыча ресурсов, которые необходимы для выживания, то есть прежде всего питание. То даже в древние времена наскальные рисунки нам говорят о том, что человек проигрывал различные варианты охоты. То есть через вот это проигрывание игру было именно обучение от старших к младшим. То есть чтобы взять младшее поколение на охоту, его нужно было обучить. Обучение, естественно, происходило с использованием каких-то игровых все-таки элементов. И игра у нас во всем. То есть если мы посмотрим на народную педагогику, народное творчество, то у нас игровые технологии, в принципе, мы применяем их везде. И неграмотно говорить, что вот только сейчас у нас появились игровые технологии. Игровые технологии были всегда, если вы поднимете труды философов древней Греции, то они уже тогда говорили о игровых технологиях, о том, что это наиболее эффективная возможность передачи материала ученикам. То есть что именно в процессе игры мы не просто овладеваем знаниями, а мы пытаемся их сразу применить на практике. То есть весь вот этот игровой процесс, он не просто вовлечение, а сразу именно использование, внедрение, обучение в практическую деятельность. То есть мы сразу пытаемся попробовать все, что мы знаем, сразу в игровой ситуации пробуем на практике. То есть вот игры. И дальше, если брать средние века, то игры там были более жесткие, методы обучения от игр немного отошли. И в средних веков к нам нет таких вот каких-то глобальных достижений именно в игровом обучении. Но в 19 веке педагоги, психологи снова вернулись к понятию игры в обучении. И возникли различные теории игр обучения. Начали развиваться методологические основы. В 20 веке мы видим, что у нас есть в отечественной педагогике психологи, ученые, которые педагоги, народные педагоги, новаторы, которые нам описывали именно роль игры, значение игры для обучаемых. Это и Лев Семенович Выгодский, Алексей Николаевич Леонтьев, Данил Борисович Ильконин. Ну и многие-многие другие. Если говорить игры, игры тоже бывают разные. Деловая игра у нас развивалась где-то до 30-х годов. А дальше у нас был такой провал в нашей педагогике. И основы деловых игр ушли в США. Откуда они потом начали к нам возвращаться. Где-то к 60-м годам. Поэтому сейчас очень многие говорят о том, что игры развиваются за рубежом. У нас нет этой технологии. У нас она всегда была. Если мы поднимаем наше народное творчество, если мы поднимаем труды наших психологов, ученых и так далее, у них практически у большинства есть упоминание такой технологии обучения, как игровое обучение. И о чем мы поговорим с вами сегодня. То есть кратко такую вот структуру игровой технологии. Что такое игровая технология? Любая игровая технология, прежде всего, с точки зрения именно как деятельности, она должна быть с целью. То есть любая игра, игровая технология, которую мы применяем в обучении детей, детей преследует какую-то цель. То есть мы ставим перед собой цель ознакомить с чем-то или научить чему-то. Дальше мы должны запланировать ход этой игры или применение этой технологии в нашем обучении или элементы игровой технологии. Не обязательно прям разрабатывать целую игру. Мы можем применять элементы игровых технологий в различных учебных процессах. Дальше мы обязательно должны обозначить достижения целей, ну и проанализировать результаты. То есть вот эта деятельность, игровая деятельность, она может использоваться и в качестве самостоятельных технологий для освоения, допустим, понятия темы, ну или даже какого-то раздела учебного процесса, если мы говорим о школьном предмете. А может использоваться как элементы, иногда существенные, да, элементы более обширной педагогической технологии. А можно просто в качестве там отдельного занятия провести. Либо мы говорим о том, что у нас часть нашего занятия мы вовлекаем, пытаемся вовлечь детей, чтобы закрепить знания, упражнения или проконтролировать. Ну и очень много игр. У нас игровые технологии применяются именно во внеклассной работе. Это различные такие большие игры. Может быть, часто это межклассные игры, либо если мы говорим о, ну вот, игры типа Зорницы, Орленка там и так далее. То есть вот эти вот большие игры. Когда мы говорим и упоминаем игровые технологии, мы упоминаем достаточно большую группу методов и приемов организации именно педагогических процессов, форме различных педагогических игр. Ну, например, давайте на примере детей и знакомства с понятием темы денег возьмем. Мы можем просто показать мультфильм. Мы в предыдущих вебинарах с вами там ссылки делали. Я думаю, что мы посвятим еще один из вебинаров именно отдельным фильмам. Да, то есть мультфильмам, фильмам и различным роликам и так далее. Мы можем прочитать детям, да, то есть понятие денег. А можем их вовлечь в какую-нибудь обучающую игру и попытаться сначала продиагностировать, а что же они знают о деньгах. Ну, например, когда воспитатель просто задает вопросы, он как бы возвышается над детьми. Вот я сейчас, ну, или учитель начальных классов, мы говорим о младших детях. Но, например, давайте такой пример, что учитель, допустим, возьмет на себя роль сказочного героя. Ну, не знаю, давайте вспомним Буратино. У нас есть Буратино-сынка о деньгах, когда Буратино не знает, да, что такое деньги, не знает. Но он понимает их ценность, да, что он может что-то за них купить. Но он не знает, как их сохранить, и тем более, как их приумножить. И помните, когда он подается на уловки, ну, сейчас их называют финансовыми мошенниками, да, то есть кот Базилио и лиса Алиса, когда они говорят, что деньги закапывают, и на какой-то там сказочной поляне, и там они растут потом. То есть Буратино подается на эти уловки и теряет свои деньги. Так вот, когда, допустим, воспитатель берет на себя роль сказочного героя Буратино и пытается у детей спрашивать, а как ему поступать, а что такое монета, ну, и так далее, да, то есть вот прорабатывает такие вопросы, то дети охотнее, гораздо охотнее, да, гораздо свободнее и спокойнее себя чувствуют, потому что они уже над этим героем, то есть они знают больше, чем Буратино, и пытаются его обучать. И вот в процессе, ну, такой игры дискуссии, игры обсуждения, игры познания, можно и продиагностировать знания детей, и направить их в нужное русло, да, то есть может быть подключить еще какого-то героя, и вот в такой игровой форме узнать, узнать, что такое монеты, их ценность, что они бывают не только бумажные, допустим, то есть не только монеты, но и бумажные деньги, а какие сейчас деньги, да, а что такое пластиковые карты и так далее, ну, вот такую легкую беседу. Так, звук, можно я так чуть отвлекусь, вы еще здесь все слышат, немножко на чат, я вижу, что Татьяна Александровна говорит, что ее ничего не слышно. Ага, спасибо, то есть проблема все-таки, ну, коллеги, все, спасибо, 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 немножко отвлеклась, потому что попытайтесь перезагрузить страничку, если кому-то не слышно. И таким образом дети дополняют, объясняют, ну, и тем самым тренируют, да, с применением своих знаний уже, и закрепляют свои знания. И вот куклы персонажа, которые можно на, вот их использовать из любой сказки, да, то есть у нас следующая тема вебинара, это как раз-таки про сказки и про литературных героев, 9 июня мы с вами поговорим более подробно. Ну, то есть мы берем какой-то художественный персонаж, ну, можно не Буратино, можно Незнайку, да, если удобнее, да, то есть Незнайку учить финансовой грамотности. То есть можно проиграть любую такую ситуацию с детьми. Можно использовать другие игры, да, то есть уже брать готовые сюжеты, игровые сценарии, или брать какие-то настольные игры, где есть карточки, правила, роли игроков, но обязательно учитель, воспитатель должен в первую очередь, что познакомить детей с правилами игры. То есть игры, они бывают различные, и вы из своей практики, конечно, коллеги, знаете, что это и обучающие, и тренирующие, и тренировочные, и контролирующие, и познавательные, и воспитательные, и так далее. Да, то есть игры бывают разные, и технологии педагогических игр тоже бывают разные. Главное, как мы умеем их применять в нашей практике. То есть конкретная группа детей, потому что все группы детей разные, абсолютно разные, и как любой педагог, педагог должен уметь, да, обучать разные группы детей, и подстраивать технологии уже под обучение этих детей. Потому что один и тот же рассказ в разных группах, он может быть абсолютно разным, да, с абсолютно разными ситуациями и так далее. То есть мы все с вами знаем, что любой учебный материал, чтобы он успешно как бы был освоен, нужно подстраивать, ну вот использовать те методы, которые ближе к любой группе детей. Выбирать именно те игры, которые будут зависеть от наших воспитательных, обучающих задач. В общем, нужно создать прежде всего игровую проблему, да, в любой учебной группе. И потом уже предлагать различные игровые задачи, правила техники. Нужно объяснять правила игры, да, кратко и четко. И только после того, как дети уже заинтересовались, можно начинать, если эта игра сопровождается каким-то игровым оборудованием, то можно уже тогда раздавать это игровое оборудование и начинать работать. И нужно стараться в игре, да, чтобы вовлечь максимум детей, потому что дети, они, ну, на примере дочки, да, то есть на примере вот проведения всех занятий в садике, вот часто дети обижаются, что они не участвовали. Поэтому если группы большие, нужно подбирать игры под эти группы, чтобы каждый ребенок мог попытаться проявить свои организаторские умения, свою активность, ну, и уже как бы работать либо индивидуально, либо в парах, командах. Если мы говорим, сейчас мы перейдем по возрастной категории, если мы говорим о детском саду, детсадовском возрасте, да, то есть 5-7 лет, то, естественно, здесь дети еще сами мало собираются в команды, здесь больше роль именно воспитателя в формировании, потому что воспитатель знает индивидуально каждого ребенка и, естественно, формирует. Ну, это можно отнести и к младшим школьникам, то есть к первоклассникам точно, да, то есть когда мы говорим о том, что учитель, воспитатель берет на себя главную роль вот в направлении игры. Дальше воспитатель что, или учитель, развивает игровую ситуацию, вовлекает детей в игру и создает вот эту динамику игры, да, что такое игра? Это еще и эмоциональная работа, то есть создание игровой атмосферы, взаимосвязь игровой и неигровой деятельности. Ну и что у нас? Нужно достичь цели, да, то есть обучить детей посредством игровой ситуации и обязательно по окончании игры провести анализ результата, то есть а как мы в жизни будем это применять, да, то есть вот, ну вот, очень краткие такие выводы желательно в конце каждой игры проводить. Ну и здесь как бы любой учитель, он психолог, особенно с маленькими детьми, дети только учатся, особенно дошкольники учатся играть, если игра была связана с какими-то там выигрышами, да, но это уже больше соревновательные игры, их все-таки лучше в старшем возрасте проводить. Почему? Потому что младшие дети, дошкольники, особенно пяти там лет, очень часто обижаются, они еще учатся проигрывать, поэтому здесь, ну вот, какие-то игры подбирать более, ну как бы общие, нацеленные на общий результат всей команды, а не отдельных каких-то игроков, чтобы не было проигравших, потому что часто даже в более старшем возрасте может закончиться слезами, да, если ребенок еще не социализировался и не умеет проигрывать и принимать этот проигрыш, то вот здесь для младшего возраста, конечно, игры нужно подбирать в соответствии с их возрастом. Ну и если мы говорим вообще о содержании игры, делаем такой обобщающий вывод, то содержание, да, мы от младших групп, где у нас именно предметная деятельность в игре, мы переходим к играм, которые уже развивают в более старшем возрасте, это где-то уже даже не младший, ну вот где-то третий, четвертый, пятый класс и до окончания школы игры должны быть направлены на то, что главное содержание этих игр – это подчинение правилам именно общественного поведения, отношения между людьми, и говоря о финансовой грамотности, именно финансовых отношений, да, то есть ученик, который заканчивает школу, он четко должен понимать, что он живет в обществе, которое подчиняется не только юридическим нормам, но и экономическим правилам поведения между людьми и различными участниками экономической деятельности. Давайте вспомним с вами, прежде чем перейдем, да, у нас время есть, я сегодня больше посвятила именно, ну вот как бы краткому обзору, какие игры у нас есть, и вы, наверное, уже в презентации, если вы скачали, то вы увидели, что по группам возрастным я с примерами привела игры, то есть это те игры, которые уже внедрены, которые несколько лет используются в практике преподавателей. Ну, я думаю, что вы на своих примерах, мы, я на своем примере, да, вот мы знаем, что как намного интереснее что-то познавать, когда это в игровой форме. Ну, не знаю, вот последняя, да, из таких вот, ну, скажем так, приятных игровых ситуаций, это вот в Фейсбуке, ну, буквально там вчера-позавчера появился такой инструмент, как аватар. Многие взрослые, доктора наук, там, да, профессора и кандидаты и так далее, просто играются, создавая своих аватаров. У кого-то есть профили в Фейсбуке? Ну, этот аватар доступен еще не со всех устройств, но уже, я думаю, что большинство попробовало. Ну, вот как бы как удачный пример, именно просто вовлечение, то есть соцсети сейчас тоже стараются удержать своих пользователей и пытаются различные инструменты использовать. Кроме этого, игровые технологии у нас не только детей. Мы говорим дальше, переходим в школу, мы закончили, вошли в студенческую жизнь. И здесь деловые игры, один из основных инструментов именно обучения, различные проектные технологии и так далее. То есть они тоже в любом случае используют элементы игры. И когда элемент игры встроен в обучение, это дает результат намного быстрее, чем просто мы будем что-то читать или рассказывать. Коллеги, можете поделиться в чате, пока вот мы сейчас будем дальше с вами разговаривать, то есть смотреть уже игры, какие есть в практике. Какие игровые технологии вы встречаете в вашей практике для взрослых? Просто интересно, сталкивались ли вы и что привлекло ваше внимание? Может быть, какие-то банки, может быть, не знаю, какие-то организации и так далее. Ну, один еще из примера. Вот я последний в марте месяце участвовала в одном из проектов Агентства стратегических инициатив ОСИ в качестве эксперта. И там у них площадка по обсуждению мер правительства по устранению последствий экономического кризиса на фоне пандемии. Вот у них на площадке была организована очень интересная работа именно с присвоением различных бейджиков экспертам за разные мнения, вопросы, обсуждения, даже за просто, скажем так, лайки, да, то есть если мы там ставим нравится, уже присуждались какие-то баллы. И было достаточно интересно работать. А сейчас с использованием технологий у нас появляется огромное море возможностей именно активизировать наше обучение. Не обязательно финансовой грамотности любой дисциплины. Ну вот, не знаю. Еще, кроме этого, у нас есть старые, достаточно уже древние, да, говорю древние, потому что я еще в своем детстве играла в эти игры. Это настольные игры по финансовой грамотности. Одна из таких самых старых, не знаю, как слово подобрать, да, то есть игр, которые достаточно давно используются, это игра «Монополия». Я думаю, что вы с ней знакомы. То есть, да, 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 вот Маргарита Владимировна тоже подсказывает, что «Монополия». То есть я, допустим, еще в своем детстве со своим братом и друзьями мы играли в эту «Монополию», и было достаточно интересно. Это именно уже, ну, как бы, такой младший школьный возраст был, то есть начальные классы. И в этой игре достаточно интересно знакомиться с созданием своего капитала. То есть играть, выигрывать, проигрывать и так далее. Да, вот олигархия, бизнесмен. Очень сейчас распространена игра «Денежный поток». Причем она не обязательно для детей, в ней можно играть всей семьей. Менеджер, да, различные театрализованные игры. Ну, давайте мы с вами вспомнили, да, чему мы учим дошкольников. То есть каким базовым понятием мы обучаем дошкольников. И исходя из этих базовых понятий, у нас есть игровые занятия. То есть мы говорим о игровых занятиях, обсуждениях, ролевых играх и спектаклях. И такие основные игры, то есть у нас основное направление – это дать понять детям, что такое труд, что деньги зарабатываются только посредством труда, да, то есть освоением профессии. И, соответственно, мы как бы играем в игры. Там доктор, строитель, водитель, магазин, больница, почта и так далее. И сейчас в современном, скажем, мире очень интересны вот эти профессии. Я думаю, что у многих есть в городах, пусть небольшие, но это города профессии. Достаточно интересны, я не знаю, как их назвать, но они и есть в городах профессии. То есть когда мы приводим ребенка, и ребенок идет по различным профессиям. То есть все это объединяется именно через денежные отношения. То есть ребенку выдается паспорт в банке, ребенку выдается какие-то монеты, то есть игровые деньги. И ребенок может посетить, обучиться профессиям. То есть заплатить, во-первых, за получение профессии, получить, создать, ну, не знаю, профессию пекать. То есть дети пекут там мини-пиццы. У нас, допустим, в городе есть производство сырков, парикмахерская, терма, пожарники, полиция, ну и так далее. И дети знакомятся таким образом, ну да-да-да, китбурги. Дети знакомятся таким образом с профессиями и сразу осваивают, что в каждой профессии нужно обучаться. И когда он обучился, он может зарабатывать деньги. В этой профессии, создавая продукт, он может зарабатывать деньги. Квесты. Ну, самый такой вот игровой квест, да, можно устроить для дошкольников и младших школьников. Это квест в супермаркете или в магазине. Можно, конечно, игровую ситуацию создать, а можно и в реальном магазине попытаться, да, устроить. Но не каждый учитель на себя возьмет эту роль. Чаще всего квест в магазине – это игра для родителей с детьми. А в детском саду, допустим, можно устроить просто игровые деньги, игровой магазин с различными ролями детей. Ну и точно так же все другие. То есть тоже можно проиграть все эти ситуации. И я вот вам даю ссылочку. Пособие «Занимательные финансы. Играем вместе». Я об этом авторе уже говорила. И здесь прям пример в презентации из этого пособия – «Игровое занятие соревнования. Мои домашние обязанности». И кроме этого здесь расписаны и вот все эти игры, которые указаны выше. То есть дошкольники должны базовые понятия, да, вернемся к базовым понятиям, то есть ознакомиться с базовыми понятиями. Труд, научиться ценить этот труд, научиться понимать, что деньги – это результат труда и что деньги можно обменивать на другие продукты или услуги. То есть вот это кратко, какие игровые технологии именно для дошкольников. И примеры игр и сценариев, которые уже опробованы. Вот пример, первая ссылочка – это Калининградская область, да, финансовая грамотность, вот 39. Здесь идут примеры игр. Да, да, вот Татьяна Гумаратовна говорит о том, что, да, город-профессии, Тинтаун. Ну, в разных городах по-разному называются, но эти игровые комнаты, да, скажем так, ну, целые городки, они есть. Дальше, картотека игр по финансовой грамотности для детей 5-7 лет – это вот все ссылки, все, что есть в свободном доступе. Программа образовательного курса «Приключения кота Белобока», я на нее уже как-то давала ссылку. Здесь у нас внутри этой программы, это целый пример образовательной программы, и внутри программы тоже есть игры. Интересная игра, очень краткая, и можно ее, я думаю, продолжать придумывать. Это игра судоку «Первые деньги», ну, и вот сборник дидактических игр по финансовой грамотности дошкольников. Ну, вот как бы кратко – это основные такие источники, на которые можно ссылаться. А дальше, я думаю, что каждый воспитатель все-таки в своих группах прорабатывает, ну, на основе различных технологий, все-таки свои какие-то игры, которые у нас, ну, скажем так, подстраиваем мы под свою группу. И если у вас будет интерес, то в будущем я собираюсь разработать курс по финансовой грамотности педагогов, и там именно уже методику разработки игры, да, то есть каждый из вас может сам попробовать разработать свои игры, свои сценарии игр, обязательно с прописанием сюжета, ролей, анализа этой игры и так далее. Да, то есть результатов игры и что должны получить в процессе игры. В основную образовательную программу Светлана, вот без отчества, да, Захарова Светлана, можно, да, если вы скачаете презентацию, то вы увидите нормативные акты на втором слайде, и вы потом пройдите, пожалуйста, там в дорожную карту и посмотрите, что в дорожной карте прописано, что мы имеем право внедрять в основную образовательную программу именно элементы обучения финансовой грамотности, и как мы их внедряем уже зависит от общей образовательной программы, учреждения, в котором мы это внедряем. Так, идем дальше. Времени у нас так поджимают, да, уже. Смотрите, если мы говорим о младших школьниках, то в принципе у нас здесь основные паттерны, да, то есть чему мы должны обучить. Это мы должны понять, что основы доходов и расходов семьи, ребенок должен понимать, из чего складываются доходы и расходы, и должен понимать, что их нужно планировать, и что нужно разумно потреблять, что желания и возможности не всегда совпадают. Ну и соответственно дальше углубляемся уже в различные профессии, распределение обязанностей в семье, это мы начинаем с дошкольного и продолжаем младшие школьники. Ну и я бы отдельно выделила тему основы финансовой безопасности, потому что у младших школьников уже появляются свои какие-то карманные деньги, и они должны знать, как вести себя грамотно, да, финансово грамотно, как распоряжаться своими маленькими пока еще карманными деньгами. И для младших школьников что предлагается? Смотрите, все уровни школьной программы и среднего профессионального образования охвачены методическим центром по финансовой грамотности Высшей школы экономики. Я уже давала в предыдущих вебинарах ссылки на эти источники. И вот первая ссылочка я привожу по финансовой грамотности для начальной школы. Ну и кому интересно, там точно так же вы найдете для средней школы, старших классов и для среднего профессионального образования. Что касается высшего образования, то методический центр, еще раз напомню, материалы лучше искать в центре по финансовой грамотности именно МГУ, то есть не Высшей школы экономики, а Московского государственного университета. Отлично, Ольга Ивановна, поздравляю. То есть каждый преподаватель в принципе сам разрабатывает свою программу под свои дисциплины. Если мы говорим о детском садике, то под свои группы. То есть, да, я думаю, что лучше пользоваться, конечно, своей авторской программой. И дальше идем. Смотрите, урок игра по финансовой грамотности. Пройдете по ссылочкам. Я думаю, что все ссылочки рабочие. Если вдруг что-то не работает, ну еще раз говорю, можете присоединяться к нашим группам в Фейсбуке и ВКонтакте. И там все презентации я там дублирую. Есть отдельно картотека игр по финансовой грамотности для младших школьников. И смотрите, есть онлайн игра приключения. Не в деньгах счастье. Интересная достаточная игра. Ну, вебинар у нас ограничено время. И вот по каждой игре пройти нельзя. Но я думаю, что вы сами самостоятельно просто пройдите, познакомьтесь. Все ссылочки рабочие. Дальше. Когда мы говорим о финансовой грамотности школьников, то здесь уже более серьезно мы подходим, чему мы их учим. То есть уже здесь как принимать грамотные решения, как разумно финансовое планирование осуществлять. И уже школьник может, наверное, свой личный финансовый план составлять на основе тех денег, которые выделяют ему родители в качестве карманных денег. А может быть, да, 5-7 класс, может быть. И сейчас многие дети достаточно продвинутые в этом плане. И, возможно, они уже могут зарабатывать деньги. Ну, многие школьники вообще блогерами выступают. А некоторые школьники 5-7, да, то есть я говорю о школьниках, которые разрабатывают какие-то игровые приложения, вывешивают их на тот же Google Play. Достаточно продаются эти приложения широко. То есть известно школьники уже даже, которые зарабатывают приличные деньги. Как-нибудь мы посвятим отдельный обзор, да, то есть миллионеры-школьники в разных странах, очень много разных примеров. Ну и здесь мы говорим о том, что здесь уже мы подходим к тому возрасту детей, когда они должны четко представлять, что такое финансовые инструменты, то есть банковские вклады, карты, инструменты страхования, первоочередная именно финансовая безопасность в этих финансовых инструментах и вообще как бы в экономическом мире. Ну и я думаю, что здесь школьникам интересная история развития предпринимательства и какие игровые технологии мы можем предлагать для школьников. Вот те, кто были на Международном московском салоне образования, я рекомендовала в своих группах и давала ссылочки в Фейсбуке и ВКонтакте на этот стенд. Это стенд Министерства финансов, и они прям объединили различные пособия, различные игры и так далее для разных групп пользователей, то есть для школьников, для студентов, для взрослых и так далее. Вот я использовала их онлайн-каталог. И смотрите, для детей, вот здесь 2-7 класса, здесь можно и в начальной школе применять, здесь есть комплекс подвижных игр, и вот она ссылочка на Яндекс.Диск, то есть там собраны все эти игры с описанием, с авторами, кто является авторами и по полным подробным описаниям. Также есть игра «Умное счастье», мобильное приложение «Монеткины», которое можно использовать как в семейные игры, так и в школьных игр. «Финзнайка» тоже можно использовать, и начиная как бы со старших, там с 4-го класса, я думаю, с 3-го, 4-го, уже вот эти 2 приложения тоже можно использовать. «Монеткины» и «Финзнайка». То есть здесь мы уже уходим на игры, не на больше командные игры, то есть на разбиение команд, здесь уже интересны квесты, здесь разрабатывается командная игра для школьников, то есть вы видите, что все игры командные, то есть здесь дети уже социализировались, они уже научились играть, выигрывать, проигрывать, то есть вот к этому возрасту у человека уже должна сложиться ситуация, тем более многие дети уже учатся зарабатывать первые деньги в этом возрасте. Скажу из своего опыта, когда-то давным-давно, в 6-м классе школы у нас в школе мы организовали собственное ателье. И вот спустя уже, я не буду говорить сколько лет, сейчас опять актуально, то есть мы шили в одномарливые повязки, мы шили повязки для дежурства, мы шили на рукавники, ну и за какие-то там номинальные деньги мы это все продавали, и у нас как бы, ну естественно под руководством учителей у нас уже были первые такие вот попытки заработать свои деньги. Сейчас у детей этих возможностей гораздо больше, то есть они могут зарабатывать деньги в интернете, являясь там блогерами, ведя свои каналы и так далее, очень много разных возможностей, но естественно отвечают за такое поведение детей в этом возрасте еще родители, то есть дети еще несовершеннолетние. И говоря уже о старших школьниках, то есть с 8 по 11 класс, то есть здесь я кратко взяла картинку из своих предыдущих презентаций, то есть здесь мы уже говорим о четком, грамотном осознавании человека, как участника экономической жизни, то есть он должен представлять, как управлять своим финансовым планом, знать основы фондового рынка, как можно заработать на этом рынке, сейчас кратко тоже пример интересный расскажу, вот недавно на портале РБК появилась история об американском школьнике-миллионере, ну и скажем так, не совсем честном миллионере, то есть когда школьник в 15 лет, не помню уже имя, но вы можете пройти на сайт РБК, там найти эту историю, то есть школьник зарабатывал деньги на финансовой бирже и зарабатывал их, ну скажем так, не совсем честно, то есть он долго изучал, как влияет информация, которую дают различные аналитики, то есть рекомендации аналитиков на стоимость финансовых инструментов, ну то есть на примере акций он взял, ну то есть допустим, недооцененные акции, либо с низкой стоимостью, и если финансовые аналитики говорят, что эта акция недооценена, и что возможен рост, то рекомендация для многих инвесторов покупать эту акцию, но многие инвесторы доверяют аналитикам, хотя ну не совсем это верно, а многие аналитики просто манипулируют этими мнениями для того, чтобы заработать денег, что делал школьник? Он научился манипулировать мнением рынка, то есть он создавал множество аккаунтов, и с этих аккаунтов рассылал, скажем так, как будто мнение финансовых аналитиков, что те или иные акции будут расти, скупал эти акции в самом начале, до выставления этих мнений, то есть допустим, акции стоили там, ну условно говоря, один доллар, он манипулировал мнениями, то есть что эти акции будут расти и с разных аккаунтов на разных ресурсах, эти мнения аналитиков мнимые выставлял, что акции вырастут до там допустим 10 долларов, и в тот момент, когда рынок начинал реагировать, и акции росли, он эти акции продавал, ну и соответственно выигрывал в цене, то есть таким образом он заработал там порядка 800 тысяч долларов, ну и обратите внимание, это был 96-97 год, это Америка, у нас многие школьники тоже умеют отлично играть, участвуют в разных играх, я говорю о старших школьниках, то есть выигрывают олимпиады экономические, олимпиады по рынку цен, бумаг школьники участвуют, есть олимпиады по финансовой грамотности, проводят и высшая школа экономики, и МГУ проводят эти олимпиады, ну уже такие серьезные конкурсы в игровую форму, поэтому здесь к школьникам уже более серьезные такое отношение, тем более, что в 14 лет уже школьники получают паспорт, уже наступает ответственность школьников, ну и вот в Америке школьника этого наказывали, до наступления совершеннолетия там с родителями общались, мама закрывала счет, но потом, позже папа опять открыл счет, и он продолжил, ну и в итоге, как бы его оштрафовали на 250 тысяч долларов, но 500 тысяч долларов не смогли доказать, что он использовал на махинации, поэтому здесь, когда мы говорим об игровых технологиях, то школьникам уже интересно пробовать себя в каких-то, ну вот более-менее приближенных к реальности играх, и здесь есть игры, вот, ну что я рекомендую, да, это методические материалы, опять я отсылала вас к высшей школе экономики, там есть часть игр, но это больше именно для вас, как для преподавателей, а вот что порекомендовать ученикам, где участвовать, есть всероссийский онлайн-квест по финграмотности, финансовый детектив, очень интересная игра, зайдите, посмотрите, попробуйте, то есть поучаствовать, но там она по срокам, да, проводится, в этом году она, кажется, уже закончилась, там вот начало мая, игра финансовая грамотность для всех возрастов, это Калининградская область, кстати, ссылочка, не пришла, да, ну, напомните мне, если кто-то придет к нам в группу, я сброшу ссылку, есть всероссийский чемпионат по финграмотности, финкап, кейс игра, азбука финансовой грамотности, есть приложение, то есть браузерная игра, «Первые шаги в мире финансов» это онлайн-приложение, финансовая онлайн-игра, портфолио, то есть это сайт финграмотность, ну, вот такие основные, как бы, игры, которые предоставят школьникам возможность попробовать себя в роли различных участников экономической жизни, то есть эти игры уже взяты с примерами, ну, и с практики, да, то есть проработаны и много раз уже эти игры апробированы, скажем так, то есть, ну, вот эти технологии можно использовать школьникам, предлагать школьникам, ну, и, соответственно, разрабатывать свои какие-то игры в рамках своих дисциплин, если мы говорим уже о старшеклассниках, здесь можно устроить битву бизнес-планов и так далее, если мы говорим о старших бизнес-планов, то есть битва там бизнес-идей, ну, и очень-очень много других технологий. То есть если будет желание, да, то есть мы с сентября где-то планируем запустить курс по финансовой грамотности и уже в рамках курса вот эта тема игровые технологии мы будем прорабатывать индивидуально, то есть с прописанием, с разработкой программ, игр, сценариев по финансовой грамотности для разных возрастов. так, ну и как бы завершаем наш вебинар, да, смотрите, предметные области финграмотности, еще раз напомним, это уже для 15-18 лет, то есть в принципе уже области взрослого населения, да, финансовой грамотности, то есть компетенции взрослого населения, школьники должны уже обладать этими компетенциями, пусть не на уровне продвинутом, но базовый уровень у школьников должен быть. И для педагогов, так что я предлагаю, вот я взяла материал прямо из прошлого вебинара, да, хочу, могу, знаю, может быть, кто-то еще не был на этих порталах, то есть как повысить свой уровень финансовой грамотности, вот есть онлайн-книга «Финансовая грамота», достаточно простым языком написано, с кейсами, иллюстрациями, вот просто для самого себя, то есть повышая финансовую грамотность не только школьников, но и как бы себя как педагога. Это дополнительные ресурсы. Ну и благодарю за внимание, да, то есть к информации еще раз приглашаю присоединиться к нашим группам, потому что в группах я делюсь еженедельно материалами по финансовой грамотности, все, что новенькое, все, что самое интересное, в группу всегда выкладываю различные ссылки. Сегодня я без тестов, без игр к вам, но хотелось просто по максимуму сделать обзор вот таких, какие сейчас есть игровые технологии, на что стоит обратить внимание, возможно, вы чего-то не знали. Коллеги, благодарю за внимание, мы с вами еще встретимся 9 июня на вебинаре, надеюсь, приходите, я думаю, что тоже должно быть интересно, мы поговорим о художественной литературе, о сказках. Кому интересно, лето впереди и вебинаров не будет, пожалуйста, присоединяйтесь в группы и жду ваши вопросы. Если сейчас вопросов нет, ну, приходите в группы, давайте обсуждать в группах. Я всегда открыта к обсуждению. Благодарю за внимание. Есть вопросы? Сейчас я так смотрю во вкладке вопросов. Так, Марина Андреевна, скажите, пожалуйста, можно ссылку на вебинар 9 июня. А если вы зайдете в расписание Директ Академии, там ссылки уже будут. Я думаю, что там есть ссылка на этот вебинар. Ну, я могу в группе потом сбросить. Так, а вот Татьяна Викторовна уже сбросила. Так, есть ко мне вопросы? Так, 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 ну, в основном, спасибо. Где найти группу? Так, ну, давайте я сейчас сброшу в чат группы. всем грамотным. Потому что презентация на последней страничке, да, а в чат давайте сброшу в чат. это ссылка на группу ВКонтакте, ой, в Фейсбуке. Вот я вам в чат сбросила. И сейчас сброшу на группу ВКонтакте. ВКонтакте у нас больше в группе людей, потому что, видимо, все-таки ВКонтакте преподавателей больше. Так, я сбрасываю сейчас вам ВКонтакте ссылочку. Это наша группа ВКонтакте. Группа идентичная, я весь материал дублирую и ВКонтакте, и в Фейсбуке. Буду рада, если вы присоединитесь к нашему маленькому сообществу. Будем вместе обсуждать вопросы обучения финграмотности детей. Спасибо огромное. Мне было очень приятно с вами поработать. Мы сегодня без интерактива, но думаю, что на следующем вебинаре мы немножко поактивничаем. Я сегодня пыталась именно систематизировать информацию. Спасибо большое. Всем еще раз финансового здоровья и до встречи 9 июня. До свидания.